МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Современная медицина детскую больницу Каннска оснастили новым оборудованием". -"Был получен новый гибкий фиброэнтоскоп для проведения эндоскопии детям, проведения ФГС, например". Вачинский начал свою работу кванториум. Чем удивили школьников на открытии технопарка? -"Надпроезд образования призван к тому, чтобы поменять систему, поменять подходы, поменять сущности. И вот фанториум одна из тех сущностей новообразований, которое должно внести новую струю в развитие дополнительного образования в городе Ачинске". Загадочные места юга края в Курагинском районе разрабатывают новый туристический маршрут к каменным великанам. -"Они интересны тем, что здесь мало кто был, мало кто фотографировал. Они не просто там ломанные какие-то, а именно круглые. Такое ощущение, что как будто бы их вот какая-то сила катила долгое время". Настоящий праздник двора. Главные действующие лица, конечно, дети. В Лиссасибирске в 9-м микрорайоне торжественно открыли благоустроенный двор. Официальная часть, поздравительные речи и разрезание красной ленты обязательные атрибуты праздника. -"Добрый день, уважаемые жители и гости этого прекрасного двора, ну и, конечно же, наши юные лицасибирцы, те, для кого, собственно говоря, все это и создавалось. Помимо того, что это здесь сегодня получилось, самое главное теперь это сохранить. И поэтому я надеюсь, что, ребят, те, кто здесь сегодня, на этих нагорках, на качелях, будете беречь этот двор красивый. Но не все, но будут. Хорошо. В таком случае еще раз мои поздравления. Я надеюсь, что этот опыт для всех лицасибирцев станет показательным. Будьте активны, и вы сможете такой же красивый двор сделать у себя. Ребятишки поучаствовали в познавательных играх, которые подготовили сотрудники городской библиотеки и музея. А инициативных жителей двора нагрозили благодарственными письмами за активное участие в благоустройстве. Да, была конкуренция, но наш двор выиграл. Все происходило на наших глазах. Я даже завидовал, как рабочие работали. Это напоминает чем-то муравейник был с тачками, с лопатами. И было еще жалко их, что комары, мошка, жара, дождь. И они все это делали. И делали все качественно. Так что большое спасибо. Двор преобразился. Ребятишкам сейчас есть где заниматься. Качели, горки, турники, футбольное поле – все для детей. И все, без исключения, рады такому преображению. Наконец-то у нас на площадке сделали качели. Потому что всегда приходилось либо в пятый, либо в тот двор. А сейчас мы куда-нибудь? Да, сейчас наоборот к нам все приходят. Ну, мне вообще нравятся больше, ну, те качели, которые как плюшки. Там это, там удобно качаться. Тут гор-то очень, играю, качаюсь. Ну, тут очень крутая горка. А сколько больше мне здесь нравится? Горка? Качели и горка. Эти дворы в девятом микрорайоне стали примерами, как инициатива граждан может качественно изменить условия проживания в лучшую сторону. И это в силах горожан. А я не хочу, не хочу о престоле. А я о любви, о любви хочу. Специалисты детской больницы демонстрируют новый аппарат для ФГС. Говорят, его особые функции позволяют детально обследовать организм, чтобы выявить участки с патологиями. Это значительно сокращает процедуру по времени, а также позволяет более оперативно работать. Был получен новый гибкий фиброэнтоскоп для проведения эндоскопии детям. Это проведение ФГС, например, исследования детям, которые с гастритами страдают, язва. Не менее впечатляет и новый аппарат УЗИ экспертного класса. Его стоимость 5 миллионов рублей. Не просто так. Ведь благодаря ему выявить проблемы можно на самых ранних этапах, что позволит избежать дальнейших осложнений. Разрешающая способность ультразвукового прибора выше всех тех, что сейчас имеются в детской больнице. Например, сосуды новорожденных он может измерять в миллиметрах. Любая патология головного мозга, которая имеет структурные изменения, то есть кисты головного мозга, причем самые микроскопических размеров, сосудистые патологии, которые достаточно трудно диагностируются, вообще трудно диагностируются не то, что сейчас, а на каких-то других аппаратах. Они вообще очень сложно диагностируются. При этом, то есть чем выше разрешающая способность у прибора, тем более вероятность нахождения данной патологии на более раннем возрасте. Ежегодно в рамках нацпроекта здравоохранения детская больница получает новые аппараты. Кроме того, на 2020-й в плане поставок еще два прибора, и тогда врачи обновят практически все диагностическое оборудование. Мобильная поликлиника здоровья возобновила свою работу. В октябре медики автопоезда проведут прием на юге края – в Идринском, Каратузском, Ермаковском и Шушенском районах. Передвижной комплекс работает на базе автомобильного транспорта для территории, где нет железнодорожного сообщения. Бригада врачей состоит из пяти-семи профильных специалистов – кардиологов, неврологов, эндокринологов, гириатров, детских хирургов. Прием пациентов ведется на базе местных участков больниц, амбулаторий и ФАПов. Диагностический комплекс способен принять до 200 посетителей в смену. Первоклассникам Канска рассказали о правилах дорожного движения. Сотрудники ГИБДД провели с детьми мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов, а после раздали ученикам подарки. Акцию «Светящаяся ленточка» проводят во всех школах и садах города, чтобы научить детей соблюдать правила безопасного поведения на улице и при переходе через проезжую часть. В связи с началом нового учебного года во всех образовательных учреждениях мы проводим занятия, особенно уделяем внимание первоклассникам. Сегодня мы в 21-й школе провели мастер-класс, как засветить свой портфель, как стать самыми яркими пешеходами. Мы научили детей, как самостоятельно можно изготовить световозвращающие элементы для своей одежды. Рассказали немного о правилах дорожного движения. И в рамках краевого акции «Светящаяся ленточка» всем первоклассникам были вручены световозвращающие ленты на верхнюю одежду. Настоящее шоу! Оно и стало началом открытия деятельности детского технопарка «Кванториум» в Ачинске. Это площадка бесплатного дополнительного образования, которая оснащена современным оборудованием. С помощью него школьникам будет легче освоить полный цикл создания инженерного продукта. Ну а теперь наш город стал вторым в Красноярском крае, где будет создана особая следа для будущих инженеров и изобретателей. Мы верим, что это именно вы. Приветствовали первых в Ачинске кванторианцев, представители муниципалитета и гости из Красноярского «Кванториума». Сегодня у нас происходит старт нашей образовательной программы. И у вас уникальная возможность сегодня познакомиться с тем, как мы работаем, познакомиться с тем, как работают педагоги Красноярского «Кванториума», и, конечно же, к ним присоединятся педагоги Ачинска. Все начинания, а главное изменения, начинаются всегда с преодоления. В общем, и нас проект образования призван к тому, чтобы поменять систему, поменять подходы, поменять сущности. И вот «Кванториум» – одна из тех сущностей новообразований, которое должно внести новую струю в развитие дополнительного образования в городе Ачинске. Пока идет ремонт основной площадки, все занятия будут проходить здесь. Сегодня у ребят был вводный урок знакомства с наставниками и оборудованием. Первое, с чем ознакомились будущие кванторианцы – это нанотехнология. Школьники из 15-й школы проявляли фотографии современным способом. Сегодня мы с вами будем делать фотографии цианотипическим методом. И у вас будут не все оттенки коричневого, а все оттенки синего. И для этого вам первым делом нужно будет сделать светочувствительную смесь. Цианотипия – аналоговый способ печати фотографий с любых негативов. Для этого нужно листок акварельной бумаги, трафаретный файл, одноразовые перчатки, вода и специальный набор реактивов. Что-то новое, неизвестное, что хочется посмотреть, узнать об этом. Интересное развлечение, можно так сказать, образование дополнительное. Скажи, а это в жизни пригодится вообще? Ну да, может, отчасти. В работе также, если смотря какое образование. Или ради своего хобби увлечения. Мы опробовали уже много раз такие интерактивы. И я думаю, что это всем очень хорошо заходит, всем интересно, особенно в формате вот таких мастер-классов коротеньких. Когда можно посмотреть, чем мы занимаемся, в принципе, в Квантуме, в такой обжатый срок, и интересно еще и получить фотографию на выходе. В новом современном технопарке Кванториум будут обучаться 800 школьников от 12 до 18 лет по шести направлениям. Аэроквантум, промробоквантум, хай-тек-цех, наноквантум, айти-квантум, промышленный дизайн. На сегодняшний день по всей России работает более 110 детских технопарков в 75 регионах. Крепостная стена, гигантская лестница, огромная каменная лодка. Эти удивительные каменные сооружения как будто спрятаны от глаз человека. Фотограф Владимир Николкин говорит, пришлось немало попетлять по полям и лугам, чтобы найти это сокровище. Здесь есть где разгуляться настоящему художнику. Они интересны тем, что здесь мало кто был, мало кто фотографировал. Они не просто там ломанные какие-то, а именно круглые. Такое ощущение, что как будто бы их вот какая-то сила катила долгое время. Природная достопримечательность находится на юге края в урочище Бесь, что тянется на несколько десятков километров от деревниного Покровка. На автомобиле до места не добраться. Крутые горки и отвесные скалы приходится преодолевать пешком, продираясь через колючий кустарник. Огромный камень в форме лодки отлично видно вот с этой каменной площадки. Видно, что каким-то непостижимым образом он держится всего на двух точках опоры. Наверху небольшое углубление, там, говорят, собирается вся дождевая вода, и вот это вот небольшое озерцо переполняется и стекает как раз по бортику, стекает вниз. За тысячелетия камень так отполирован водой и ветрами, что не имеет ни малейших выступов. Кто-то видит в нем каменную лодку, кто-то башмак, а некоторые романтики разбиты о сердце. Районные власти говорят, уникальный природный уголок, пожалуй, будет не менее интересен знаменитого на весь мир висячего камня на Иргаках. Я думаю, что сохраним в первозданном виде и сделаем местное посещение. Постараемся, в том числе и я, дать информацию о том, что есть такие красивые места в Курагинском районе. Помимо каменных сооружений, уникальные находки ждут здесь туристов на каждом шагу. В деревне прямо в полисаднике возвышается каменное изваяние эпохи неолита. Примерно начало второго тысячелетия до нашей эры. К нам даже как-то года два назад приезжал шаман с Новосибирска, обряд приводил здесь, молоком вот так вот обливал, пел на своем языке такая песня интересная, что вот попросил он у нас огородить его, чтобы тут у нас как что село, скот бродячий, чтобы не терлись. Культурное наследие местные сохраняют как могут, говорят, большого наплыва туристов и не хотелось бы. Сейчас в глубинку путешественники заглядывают нечасто, загадочное место знают немногие. А каменные великаны пока остаются лишь живописным и таинственным уголком юга Красноярского края.